Ставь лайк, жми на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых видео на канале. Они будут рыбачить в Чувашской республике, республике Мариэл и завершат свое путешествие в Татарстане в прекрасном городе Казань. Айскюб с функцией заморозки. Охладите еду и напитки. Заморозьте улов. Наслаждайтесь природой. Выберите свой Айскюб на сайте icecube.ru В этом путешествии наши рыболовы преследуют цель – обловить максимальное количество водоемов, которые встретятся им на пути, спрятать на берегах клады для телезрителей и поймать свои трави. Да, 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 у меня форель. Предыдущие серии. Добравшись до Ишкоролы, мы принялись исследовать местные водоемы. И во второй половине дня вечером мы отлично половили ротана в пруду возле деревни Нурма. После чего, переночевав в Йошкороле, решили все же добраться до форелевого пруда. Ну что, на форель? На форель, Евгений. Долгожданная. Попытка номер два. Да, надеюсь. Все поваленные деревья убрали вчера. Сегодня будет бой. Сейчас мы едем на форелевое хозяйство, что находится примерно в 30 километрах от города Йошкорола. И благодаря этому событию Женино настроение на высоте. Евгений, у нас есть... Да, садись, садись. 0,6-я плетенка или 0,8-я у тебя есть? Почему? Форель от 2,5 до 5,5 килограмм на вес. Все. Да, ну, ну! Да. Ну что, идем ловить форель. Я, если честно, как-то внутренне недолюбливаю платную рыбалку. По моему глубокому убеждению, в местах плотно зарыбленных пропадает сама суть спиннинга. Поиск рыбы. Платным хозяйством оказалось приличного размера озеро. Скорее всего, которое, естественно, возникло. Жень, дашь мне фору? Жень, может, ты мне фору даст? Нет, да какая фора? Ты что, с тобой вообще соревноваться невозможно, я это уже понял. Я вот даже это... Джиг-головки не могу найти, Жень. О, боже! Что? Это лягушата. Ребята, вот это все лягушата, обходите их аккуратнее. Ух ты! Выше, 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 смотри. Вот это все, это лягушата. Я думаю, что шевелится? Мы не ищем легких путей. И вместо того, чтобы пойти на благоустроенный берег, мы пошли, наверное, в самое неудобное место для съемок и ловли. Ты без пацака ее не вытащишь. О, смотри-ка, змеи. Евгений, мы в правильном месте. Так, ребята, вот это вот не форель. Опа, ребята. И у меня клюнуло. А нормального размера окунь. Пацаны, вот так вот. Приехали ловить форель, а тут трофейный окунь. А у Жени форель, скорее всего. Да, 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 у меня форель. Ну, форель это форель. Смотри какой. Вот это рыбка. Вот это вот хороший окунь. А Евгений поймал форель, смотрите. Женечка. А, у Жени форель, да. Жень, ну. Нужен пацак. А то она сейчас сойдет. Да подожди ты, ты так не это. Подлиннее удочку сделай, пусть погуляет. Так, окуни я отпускаю. Просто бешеная рыба. Посмотрите, что она делает с моей снастью. Она просто изнасиловала уже мой фрикцион. Сейчас в корягу может зайти. Я просто, если я сейчас начну поднимать руками. Леска сорвется. У нее там зубы во рту. Она не хочет идти ко мне. Вообще не хочет. Вова, 1-0. Не стыдно. 1-0. Поймали? Сейчас, сейчас, сейчас. Фу. Сейчас надо еще ее освободить. У, до сих пор такая дрожь в руках. Фу. После поимки окуня и форели, у нас началась череда возмутимо пустых поклевок и зацепов. Сошла прям под корягой. Через мою ногу только что переползла змея. Вон она. Это уж, да? Да уж, конечно. Фу, прикинь, такой прям по тапку прополз такой. Через тапок я стою, смотрю, я аж обалдел. Ты стоишь спокойно, у тебя даже не забей. О, опасное местечко. Так, вот как отстрелить, чтобы не перевязывать головку? Такая неудобная ситуация, конечно. Тут неудобное место для ловли форели и другого хищника неудобно. Благо я не оторвал джиг-головку. Все, уходим. Мне не нравится, знаешь что? То, что неудобные подходы. Вот там вот с этого берега прям реально неудобно. Да ладно, Вов тебе. По кустам лазим, там по корягам ловим, обрываемся, тебе удобно. А тут на платник приехали, ты один раз оборвался возле берега, все. Все прям плохо, неудобно. Что, поклевка была? Вов. Не просто поклевка, Евгений. Поклевище? А удар. Сорвало твистер. Райль, наверное. Рыпер. На какой глубине? Со дна. На 17 грамм. Смещаемся. Женечка, пойдем. Правильно нам сказали, что форель вся под тем берегом. Под тем берегом. Пойдем дальше. Что-то меня это поднакрыло такое состояние. Спать хочется лечь. Удачные рыбалки вам. Спасибо. Так вообще не желают, но ладно. Да? Да. Говорят, не хвостай, не чешуи. А удачные, да. Да, не хвостай, не чешуи. А удачные рыбалки это... Срабатывает иногда вопрос... Да, да, да. Да, если... Ну, вы по незнанию. К черту, да. Вот. Не намерены. Вы не намерены. Вы производите впечатление хорошего человека. И вы. Вот. Ну, что, пойдемте, Жень, пойдешь с нами? Спасибо всем за внимание. К сожалению, рыбу мы для вас не поймали. В следующий раз. Выключите, когда поймали. Мы будем вам сообщать. Да, мы очень эмоционально ловим. У тебя какой-то странный настрой. Реально, на рыбу схали все. У меня, да, у меня как-то так... У меня прям реально раз и выключился. Я думаю, ну, что-то мне уже неинтересно. Вот, то есть, в таком ключе. Да брось ее вон под колесо. Да зачем? Давай ее на этот кинем. На багажное сидение. Тут вот ветра поменьше. Ветра нет. Что-то у меня настроение в какой-то момент упало. Почему-то мне вот странно ловить на платниках. Я как-то себя очень странно почувствовал. Сейчас я... Вов, я же говорю, если бы это был платник вот там 20 на 20 метров, который кишит форелью, это да. Я бы даже и не ловил бы в таком. А когда реально... Чем тебе этот платник отличается от озера обычного? Вот чем? Только то, что тут мостки есть. Ловить так же сложно. С каждого заброса она не ловится. Все то же самое, как лесной. Представь, что это дикое лесное озеро. Просто популярное. И наслаждайся. Ну да, я увидел. О, окунь, глянь. Не, он вон выходит. Мелкий окунь вышел посмотреть на поверхность. Че это такое возле моей плетенки? Махнул хвостиком и ушел. А на вертушку, интересно, окунь не реагирует мелкий. Забавно. Конечно же, для этого места идеальное время утренние часы. Интересно, вот что сделать. Попробовать здесь на джиг. Посмотрю глубину. Глубина большая. Глубина уже метра три. Вот там вот начинается под кустами. Мы с Женей разделились. Сейчас я ловлю джигом в надежде на окуня или щуку. А Женек продолжает упираться в форель. Может, пойдем на ту сторону, а? Пойдем, пойдем. Там хоть выходы были, мы видели. Пойдем, пойдем. Поклевки были. Ага. Не везет с форелью, повезет в любви. Сюда чуть-чуть ее подведи, и я подниму. О, кунек, Женя поймал. Женя, ой, Володя, на твою приманку. Да я рад, что тебе сказать. Хорошо. Душку только открой, катушка, а то спиннинг сломает. Держи. Давай, положу. Ребята, я поймал щуку. Оборвала. Я ее видел, я подтвержу. Я поймал всех рыб здесь, кроме форели. Как так-то? Обкусила, да. Щука. Поразительно. Вернувшись на первое место, у нас снова началась череда поклевок. Но сейчас полдень, и рыба достаточно вялая. Я тебе говорю, там вся рыба сейчас стоит. Евгений, ты представляешь? Представляю. Вот это был удар, Евгений. Вот это был прям настоящий удар сейчас. Ты на дно, да, опустил? Нет. В пол воды под садком поклевка. Причем прям реальная поклевка. Это форель была. Да? Лов. Ау. Ну признай свое поражение. По форели, да, по щуке и окуню я тебя обловил, Евгений. Вот не хочет, не хочет. Вот на каждом водоеме облавливает меня. И даже на форели вам не хочет. Мы-то форелевой устроили. По форели ты меня обловил, я согласен. По форели, да, Евгений. Вот не любит он проигрывать. Я вам говорю точно, не любит. Посмотрите. Не, у меня сейчас поклевка была. Да, да. Форелевое хозяйство. Я счастлив. Евгений победил по форели, а я победил по щуке и по укуню. Мы сейчас из Йошкар-Алы поедем не напрямую в Казань, а вот знакомство с Женей. Он нам говорит, заехайте в Кировскую область на одну речушку, дал нам точку, вот эту систему перекатов. Проведите там день. Вот сейчас мы едем на классный перекат. Мы какой-то, про который мы не сможем. Мы его сможем показать, но не сможем рассказать, где он. Мы дали обещание. Представляете, что случилось? Мы забыли спрятать клад на хозяйстве. Хотя рыбу там поймали. И возвращаться очень плохая примета в дороге. Поэтому... Вот она вывеска. Форелевое хозяйство 6 километров. Ребята, ну придется по крапиве пройтись. Вот тут я специально организовываю тропинку. Прячу клад под... Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Под вывеской форелевое хозяйство. Точки мы поставить не смогли. Деревня Малые Шпаты. Республика Мариэл. По направлению к форелевому хозяйству. Под вывеской. Форелевое хозяйство 6 километров. Лежит ценный клад. Спустя 40 минут в пути, по каким-то не особо езженым дорожкам, мы добрались до нового места. Вот что ты, глядь, мои рюкзаки выкинул такой из машины. Говорит, я готов. Это я уберу все. Ты главное, чтобы ты спинни взял. Я все, я тоже готов. Все, в бой. Здесь река встретила нас относительно мутной, холодной и быстрой водой. Места головлиные. Ловим. Слушай, тут настолько мелко, что у меня воблер постоянно цепляется за траву. Притом такой, без заглубления. Да. Окунь за перекатом стоит. Сейчас клюнул на воблер, но это не та рыба, которую мы ищем. Абсолютно не та. Водичка прям вообще огонь. Я уже сменил несколько воблеров поверхностные, глубоководные. Вот уже четвертый воблер ставлю. Я знаю, что головль стоит вот там под кустами. О, вот там была поклевка. И только что еще головлик там булькал. Смотри, как она зацепилась. Ой, забавно. Прости, щука, сейчас я тебя оцеплю. Вот 12-сантиметровый воблер. Но это маленький щукарь, конечно. Совсем маленький. Сейчас я его вот тут возьму. Это щуренок. Ну, хоть какая-то рыба, да? Пока что. Ой, бельненький. Как же ты так хвостом-то? Так, что надо постараться сейчас? Ой, ой, ой. Но это не тот трофей, который мы ищем, конечно. Давай. На самом деле, вот мы сейчас с Вовой разделились, и я нахожусь здесь один, и я прям кайфую. Аж хочется чуть-чуть постоять, просто посмотреть по сторонам и понаслаждаться природой. Речка с прозрачной водой, нависающие деревья. Сверху голубое-голубое небо, облака и месяц. И вот это пение птиц, просто вот оно настолько расслабляет, что хочется просто постоять чуть-чуть, подышать этим свежим воздухом и ощутить вот эту гармонию, гармонию и уединение с природой. Я себе хочу позволить буквально на несколько мгновений просто постоять молча. Рыба промахнулась, отгрызла хвост. Я почувствовал сначала удар, а потом еще один удар. Пока я хожу здесь, Вова, наверное, уже наловил кучу вот таких вот щук. Интересно, как у него там дела сейчас. Потому что у меня пока что даже ни единой поклевки не было. Еще уезжаем с большой как шаги. Уезжаем с большой как шаги. У нас всего один хищник в бонусе с Андрюхой в прилове. Плюс четыре поклевки и пятый сход. Тоже какого-то хищника. Место классное. Система перекатов классная. Но тут уже ловилось столько человек. В общем, это не такая секретная точка, как нам казалось. И рыбы здесь сейчас очень мало. Мы сейчас стоим перед выбором. Либо мы сейчас поворачиваем направо и через три минуты оказываемся на озере, где клюет окунь-щука. Может клевать. И ребята сказали нам то, что а что выглядит на озере, хоть окунь-ок-щучки пострелывает. Либо мы сейчас едем и рискуем на камушке и пробуем покорить как шагу малую еще раз. Давай, может, на озеро? До озера по лесной дороге добирались около десяти минут. Субтитры сделал DimaTorzok На берегу озера, около воды, оказались на самом заходе солнца. И сейчас у нас есть всего 20 минут, чтобы половить здесь по-светлому. Тут очень много головастиков. Возможно, здесь рыба любит черный цвет. Возможно, рыба здесь сытая. Не, ну не щуп. Есть! Поймал. Поймал. Блин, да что ж такие маленькие клюют. Я уже ставлю 12 сантиметров специально, чтобы у меня попадался кто-то покрупнее. Жень, щука голодная? Значит, у меня вот там вот выход был удар. Вообще влево от места. Евгений поймал. Евгений поймал. Но это окон. О, не спеши, не спеши. Завел куда-то. Блин, завела куда-то и зацепилась. Ну что это такое? Так. Ну ладно. Евгений отцепляет, я отцепляю щучку. Развер, видите как вот мы только подошли, первые забросы сделали. У меня щуренок, у Евгения срак. У меня клюнуло и завела. Сейчас я... Место хорошее. Во всяком случае, рыба с первого заброса сулит нам надежду на поимку здесь еще кого-нибудь. На. Змея плывет. Змея плывет. Оп, держи мой. Нет! О, прости. Перемещаемся по берегу. А солнце уже скрылось за горизонтом. То есть, слушайте, тут и из берега можно ловить. Удобно кидать из-за нависающих сверху веток деревьев. Ну, в принципе, заброс можно сделать. Ну что, жду пока грузик опустится на дно. И начну проводку. Глубина здесь не очень большая. Я ловлю двумя граммами. И виброхвост там три дюйма. Есть! Есть! Окунь сошел. Слушайте, окунь немного. Окунь сошел на воблер. В чем достаточно? Что я сделал? Зачем я это сделал? В общем, я бросил там коряга. Дерево повальное. Сейчас окунь крупный клюнул. Ну, как крупный. Такой грамм. Наверное, 70. Клюнул 12-сантиметровый воблер. Вывод. Точно рыба голодная здесь. 100%. Вот. А, это в корягу. Фу, блин. У меня сейчас коряга клюнула с ударом. Окунь на 12-сантиметров. Мощно, сильно. Смотрите, какой. Нырнуть бы, господи. Такого торфяного цвета он. ЕС! Евгений! Вот так вот. Такой вот маленький дешевый. Слушайте, опуни клюют и на колебалку на все. Супер! Смотрите. Минутка радости и позитива для вас, дорогие телезрители. Мы прячем клады. От кого? От телеканала Охотник и Рыболов и Рыболов. Погнали! Буквально в 10 метрах от дороги есть вот такая вот возвышенность, на котором растет маленькое дерево. И там есть дырка. Я прячу клад в эту дырку. Координаты клада вы сейчас видите на экране. Находите клады, ловите рыбу, идите по нашему следу. Залог успешной рыбалки – тщательная подготовка. Сохранение свежести продуктов и улова в пути – ваша задача. Наше решение – автомобильные холодильники Ice Cube с функцией заморозки. Охладите еду и напитки. Заморозьте улов. Наслаждайтесь природой. Выберите свой Ice Cube на сайте icecube.ru Озеро Сумка нас под вечер порадовало, Евгений. Вот меня ни один водоем не порадовал, как вот это озеро Сумка. Меня форель, конечно, больше порадовала. А меня больше радуют водоемы, когда мы подходим из первых двух-трех забросов, пяти, ловим рыбу. Так оно и случилось. Да, с первых забросов – во, поймал щуку, я несколько окуней. Классное место, гораздо благосклоннее к нам, чем река как шага. Малая как шага, малая как шага. Вода торсяная, окунь темный. Я поймал окуней на погибалку. Я на резину, на вебрахвоста. На крупный воблер. Рыба здесь голодная. Рыба здесь голодная. Она есть. Единственное, есть подходы по берегу, но, конечно, с них не очень удобно, так как отходить рыбачить лучше лодка. На сегодня все. А завтра нам предстоит добраться и рыбачить в Кировской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова